Самолет с хоккеистами клуба «Локомотив» разбился в среду днем при взлете из аэропорта Ярославля. Едва поднявшись в воздух, машина столкнулась с антенной маяка и упала на берег Волги, развалившись на две части. По последним данным, на борту были 45 человек. Экипаж, хоккеисты, тренеры и обслуживающий персонал. Выжили двое. Один из них — нападающий «Локомотив» Александр Галимов, у которого обожжено 80% поверхности тела. За хоккейный клуб «Локомотив» играли не только россияне, но также спортсмены из Германии, Латвии, Чехии, Словакии, Белоруссии и Швеции. Тренером команды был гражданин Канады Брэд Макриман. Катастрофа произошла в Ярославле в день, когда там проходит мировой политический форум. Находящийся в городе президент России Дмитрий Медведев заявил, что намерен посетить место трагедии. Он и другие участники саммита почтили память погибших минутой молчания. Между тем, в Уфе, где в среду стартовал чемпионат России в континентальной хоккейной лиге, тысячи болельщиков восприняли новость о гибели игроков «Локомотива» со слезами на глазах. «Локомотива» 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 «Локомотива»